Здравствуйте! Те зрители моего канала, которые смотрят постоянно мои ролики, наверное помнят этот аппарат Goldstar TSR 580. Тогда, когда я снимал первый ролик о нём, он был у меня в единственном экземпляре, я сказал, что желал бы иметь восьмую, ну то есть второй, в более лучшем состоянии. К сожалению, так не получилось, чтобы совсем-совсем лялечка пришёл, но один из моих хороших знакомых в Днепропетровске сказал, что вот на рынке появился такой же самый Goldstar. Пока я позвонил, хозяин договорился с кем-то, он стоил очень-очень-очень умеренных денег, но тем не менее, кто-то казался быстрее, ловчее, сильнее, как там выше, я не знаю, там олимпийский девиз, да. В общем, он её перехватил и выставил, по-моему, как бы не в два с половиной раза дороже. Я позвонил этому человеку, он оказался чистый перекуп, то есть он хотел просто заработать денег, мы попихались с ним немножко и сошлись на какой-то удобоваримой для меня цифре и он заработал денег тоже там. Ну, может быть, не тех, которых мечтал, но во всяком случае он что-то там получил. Я думаю, что он был доволен. Когда я с ним дискутировал, говорю, ну, в принципе, это же не японский аппарат, он говорит, а вы знаете, вот там вот есть ролик, говорит, в интернете, вот там говорят, что он на уровне брендов и грандов, то есть ссылался на мой ролик. В общем, получилось пластическое воплощение поговорки «нашим салом, нас и по мусалам». Иисусалом, понимаете, сам себе сделал, как говорится, минус. Тем не менее, я приобрел этот второй аппарат. Ну, в общем, у меня была какая-то перетасовочка на какой-то более лучший, какой-то более худший. И вот в данный момент у меня их два. В принципе, аппарат очень достойный, играет достаточно сочно, красиво, мне нравится. Я, конечно, не слушаю его, но мне и внешний вид нравится. Я так понимаю, что Жан-Клоу Ван Дамму тоже такой аппарат нравится, там только с индексом 581 и с часами. Таймер там, видимо, есть там. Ну, вот есть фотография. Тут маленькое отступление хочу сделать. Хочу сказать, что в последнее время мне как-то абсолютно без разницы, бренд это какой-то всемирно известный, мировой, или же крайне мало раскрученная фирма. Мне главное, чтобы аппарат нравился лично мне самому. А Голдстар, в одно время я к Голдстару относился, знаете, так, Корея, Корея, там. А потом, когда столкнулся с продукцией, понял, что это же вещь. Я так думаю, что такой же путь проделали корейские автомобили, когда все наплевательски относились к ним, а потом они превратились в синоним надежности и ничем не уступают японцам. Если вы помните, фирма Голдстар, она называлась Лаки Голдстар, потом переименовалась она в LG, а по-народному лыжи. Ну, я во всяком случае очень часто слышал аппарат лыжи. Об этих лыжах пойдет речь. Честно скажу, что есть не совсем приличное такое четверостище насчет того, что стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не ею, то ли я еще не совсем адекватный. Так вот я и хочу сказать, что случилось с ремонтом этих лыж и почему я делаю для этого отдельное видео. И вот где-то полгода назад один из моих очень хороших, ну практически уже друзей, с которыми мы контактируем, ну не прямых, я его не видел, но очень хороший человек, в Айвове живет, Виктор, он сказал, что к нему пришел такой же аппарат, но только с двумя дефектами. Он сам боролся, но победить их не смог. Он прислал мне аппарат, который загадал мне загадочные загадки. Я сказал загадочные загадки, маслом масле, но нет, он более правильно загадочно загадал загадочные загадки. Вот так, наверное, будет правильно. Я одну из них более-менее решил, а вторую, вот честно говоря, до сих пор не знаю, вот почему так получилось. Первая проблема была связана с тем, что на этом аппарате сгорел усилитель низкой частоты. Здесь он исполнен на микросхеме AN7156N, вот есть такая микросхемочка, она где-то по 5,7 ватт на канал дает. Ну я говорю Виктору, а в чем проблема, выпаял микросхему, вставил другую микросхему и все. Посмотрели в интернете, кто продает, в одном месте человек продавал за очень умеренные деньги, где-то по 2 доллара микросхемы, Виктор купил их 2, поставил и у него ничего не получилось. Он говорит, ну возбуждается, короче говоря усилитель не работает. Я говорю, ну тогда присылайте ко мне его, Виктор. Он прислал, естественно я подключил, та же самая история. Я подключил вторую микросхему, точно такое же произошло событие. В общем микросхема возбуждается, я отдельно взял, открутил этот радиатор, микросхему и просто навесным монтажом Воссоздал всю эту цепочку, не на этой элементной базе, она точно такой же. Я докупил точно такие же конденсаторы и соответственно там резисторов, там ерунда. И у меня она просто возбуждалась вот, так сказать, в пробирке, скажем так, в лабораторных условиях. То есть не вживую на практике, а вот я полностью воссоздал. Честно говоря, это меня повергло, ну не то что в шок, но во всяком случае была загадка, скажем так. Почему я говорил о загадочных загадках. Почему так происходит. В принципе я допускаю, что микросхемы были бракованы. Хотя они тут написаны GPN и вполне возможно, что они оригинальные. Но дело в том, что они могли деградировать за это время. Знаете, все стареет и микросхемы в том числе. И я довольно часто налетал на брак именно с микросхемами Мацушетовскими, АН, которые начинаются. Поэтому я как бы не удивился. Аппарат потом у меня долго лежал. Я как-то к нему не то что охлотил, но знаете, вот каждый раз задумываешься. Да, вот есть что-то другое делать. В общем, знаете, сколько веревочки не виться, а все равно она должна закончиться. В общем, надо старые долги доделать. Я решил сделать это. В общем, короче, я решил еще раз там наброситься на нее со всей, так сказать, решительностью. И довести до конца. Ну, поскольку я посмотрел в интернете микросхемы, те, которые еще продавались, эти АН-ки 71-56, были по каким-то безумным ценам. И не факт, что они были хорошие. Я решил сделать на другой элементной базе. Я выбрал микросхему БАП 5406, которая у меня уже проверена. Я купил там десяток за вменяемые деньги. Я подумал, что вот я сделаю на этой микросхеме. Я сейчас вам покажу даташитовские схемы. Они не очень сильно отличаются. Единственное, что меня удивило, у АН-овской микросхемы отчет ножек идет вот справа налево. Ну, скажем так, арабско-еврейский вариант. А у Башки, как у всех остальных, в принципе, слева направо. Почему так, я не знаю. И там, где 12-я ножка, надо считать первый. Ну, поскольку, что 71-56, что 54-06, они симметричные относительно центра. Вот, знаете, центр, я вот влево там, левый канал там вход, и правый канал там вход. Ну, условно говоря, там левый канал там коррекция, там правый канал коррекция. То есть, от центра отчитываешь. Ну, в принципе, было не так уже и трудно поменять. Я сейчас вам конкретно покажу схемы и расскажу, что я делал. Как видите, я добросовестно перерисовал схемы из интернета. Вот, на Башку, на АН-ку. И смотрите, у них очень-очень-очень много похожего. Смотрите, вот, пятая-восьмая нога, пятая-восьмая нога вход, вторая-одиннадцатая, вторая-одиннадцатая тоже выход. Тут коррекция. Электролиты стоят по 47 микрофарад. Что тут, что тут. Ну, может быть, вот в этой части там через резистор стоомный идет на землю с четвертой-девятой ноги. А здесь тут просто напрямую. Я воссоздал абсолютно одинаково. На родной... Здесь не оказалось, кстати, или на АН-ке, которая стояла... Вот здесь стоял другой емкости, конденсатор 0,47. Но это не так важно. И не было резистора 2,2 Ома. 2,2 Ома не просто резистор стоит. Он еще должен быть там не 0,125, не 0,25, а полуваттный. В общем, я нашел эти резисторы, поставил. Короче говоря, я включил, и, естественно, тишина. Думаю, что за ерунда. Ведь воссоздал абсолютно вот по всем классическим схемам, которые приводятся в интернете. То есть абсолютно до деталечки. Возился-возился. Отпаиваю входы. Раз, пробую вход. Смотрю, вход нормально возбуждается. Только я подпаиваю его к цепочке, которая идет от регулятора громкости. Я специально проследил. Здесь стоят два переходных электролита емкостью 1 микрофарада. Я проверил, их они целые. Все нормально, приходит и вот молчание. Просто микросхема не работает. А когда я отпаиваю, микросхема, все хорошо. Проверил здесь на, думаю, может быть какая-то постоянная составляющая. Нет, все нормально. То есть относительно земли нет напряжения никакого. А потом думаю, да я поставлю электролиты. Ставлю электролит 4,7. Раз, звук появился. Ну и, естественно, я поставил на второй канал. Для меня загадка. Абсолютно нету ничего, так сказать, куда могло уходить на сторону. И получается, что без электролита, получается, звука нету. Хотя электролит, я же говорю, что это разделительный, тут стоит. Вот они, по-моему, электролиты. Сейчас покажу вам. Вот они, два этих электролита стоят. По одной микрофараде. Соответственно, когда я ставлю последовательный электролит, ну здесь получается, если 4,7, ну, наверное, где-то там 0,8, да, в микрофараде получается. Если пересчитать там по формуле. Попробовал напряжение, оказывается, где-то 6,6 вольт на входе, относительно земли. Для меня загадка, честно скажу, почему так. То есть, эти добавленные электролиты, они фактически становятся одним общим конденсатором с теми, которые стояли здесь уже, вот, переходные электролиты. Ну, только у нас емкость немножко уменьшилась. Ну, я думаю, что емкость вообще никакую роль не играет. То есть, как бы, вот такая загадка. Почему тут у меня немножко такое все висящее, объясню. От того, что выпаялась несколько раз микросхема, многие дорожки пообрывались. И, соответственно, я решил, что лучше я вот так надежно подпаяю, чем какие-то там сопли буду бросать. В каждой ножке идет свой провод МГТФ и дальше он идет. То есть, как бы, в данный момент все хорошо работает. Я дополнительный электролит повесил здесь, потому что при включении гул происходил, ну, буквально где-то секунду в другую. В общем, вот такая вот загадочка первая. Почему так? Ну, вот вторая загадка, связанная с индикацией. Вообще не горят индикаторы. Вообще-то, нижняя дорожка, вот она горела. Сейчас обе дорожки не работают. В чем проблема? Вообще-то, я сам не знаю, в чем проблема. Приходит напряжение все нормальные на микросхемы. Считать ли микросхемы убитыми? Не знаю. Я делал эксперимент, в результате которого, скажем, частично загораются индикаторы. То есть, когда я подаю сигнал на микросхему, вот сейчас покажу вам. Я ставлю прибор в режим прозвона и касаюсь ножками обоих ходов. Тут третья ножка. Вот я касаюсь третьей ножки, одним щипом третьей ножки одной микросхемы, другим щипом третьей ножки другой микросхемы. Видите? Вот загорается он. И даже реагирует на музыку, которая сейчас играет. Видите? Поскольку это уже шестой индикатор, ну, если будет громче сигнал, он будет реагировать, соответственно, и седьмой индикатор. А остальные чуть-чуть загораются. Меняем местами, полярность меняем. Видите? Полностью загорелся даже индикатор. Вот он. Почему так происходит? Для меня загадка. То есть, я считаю, что, наверное, микросхема все-таки может быть жива. В чем проблема? На микросхему приходит питание 8 вольт. Ну, там, с копейками. 8,3, по-моему, вольта. Приходит, соответственно, земля. Ну, на эту микросхему, на эту микросхему. Светодиоды, они питаются напряжением примерно 2 вольта. Световые диоды стоят между микросхемой и плюсом. То есть, 8,3 вольта. И, соответственно, здесь должно быть там где-то порядка 6,3 вольта. На самом деле, на выходах микросхем, вот, дается 6,6 вольта. Так вот, относительно общей земли, ну, вот, я сейчас покажу вам, выходы на диоды. Так вот, смотрите, какой парадокс я наблюдаю. Я меряю относительно земли. Вот у нас вот эта земля. Вот она, земля. Смотрите, в чем парадокс. Я меряю напряжение, которое выходит с микросхемы. Ну, вот, тут 5 ножек, 5 светодиодов. Ну, например, вот этот, да? 6,65. Точно так же это приходит напряжение на ножку светодиода. Я меряю напряжение относительно земли, которая приходит на вторую ножку светодиода. Видите? 8,29. Ну, 8,3. Видите? А потом я меряю относительно друг друга. Должно быть, сами понимаете. 8,3 минус 6,6. Порядка 1,7 вольт. А ничего нет. Видите? 0. Как это может быть? Я снял панель с другого моего заведомо рабочего Голдстара. Подключил. То есть сигнал на микросхемы приходит нормально. Вот, смотрите. Видите? 0. Точно так же и, соответственно, на втором светодиоде. 0. Вот. Видите? 0. Почему так происходит? Ну, вы знаете, это примерно как от носа крокодила до его кончика хвоста 8 метров. А от кончика хвоста до носа получается сколько там? 6 метров, что ли, да? Если бы я вот вольтаж перевел. Вот, смотрите, микросхемы я перерисовал из даташита микросхему. Вот тут стоят 5 светодиодов. Здесь приходит у нас, соответственно, 8,3 вольта, да? У нас подключена земля и, соответственно, вход. Приходит со входа какой-то сигнал. И, соответственно, микросхема должна обеспечить на ножках этих от 14 по 10 порядка там 6 вольт. Ну, наверное, 6,3 и 6,6 вольт. И на самом деле напряжение есть на этих ножках. То есть 6,6 вольта тут присутствует. И здесь, соответственно, 8,3. Соответственно, должна быть разница потенциалов. Порядка 1,7 вольта. А ее нет. Почему она не возникает? Я не знаю. Я даже для упрощения перерисовал микросхему, чтобы вот вас она не отвлекала. То есть тут у нас вход приходит на третью ножку. Четвертая нога питания. И она соединена с ножками светодиодов. 8,3 вольта. Микросхема подключена к земле. Относительно земли, соответственно, 8,3 вольта. Относительно ножек, на которых получается здесь напряжение. Здесь получается 6,6 вольта. Как я вам показал. И вот эта разница должна быть 1,7 вольта. А ее нет. Куда она девается? Если кто-то может мне объяснить путно. Ну, вы знаете, я бы просто купил бы микросхемы. Но, во-первых, они дорогие. Во-вторых, их нет. Это микросхема LB1405. Куда девается напряжение? Я не знаю. Видите, я же вам подключал, показывал, что микросхема как-то реагирует на сигнал. Все такое. Загадка. Если кто-то может мне научное объяснение какое-то дать или намек, hint, как говорится по-английски, буду очень-очень рад. Честное слово. Объяснить. Я еще раз говорю, что я не профессиональный мастер. Я постигаю все, так сказать, методом проб и ошибок. И вот оно, видите, как получается. Мне не хочется что-то там нахаривать, знаете, чтобы вот сделать так. Примерно. Хочется сделать как полагается. А пока не получается. В общем, пишите в комментах, что я делаю не так. Может быть, я действительно какую-то глупость парю. В любом случае, спасибо за внимание.